Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! Стою на балконе, смотрю, что за шум, а драки нет, а драка есть, разборки чаек. Это полотенце упало от соседей. Вот знаете, сколько падают полотенца, никто не приходит. Вот я так вешаю, показываю им, что у меня это полотенце, но никто не приходит за ним. А откуда упало, не знаю. Мои цветочки, то, что я их подстригла, обрезала. Мне кажется, я сделала это очень хорошо. Вот эти новенькие пошли новые. Вчера тоже возилась дома, убрала балкон и помыла. Сейчас вот в стирку снимаю, вторую вешаю. День какой-то у меня такой сегодня ленивый. До сих пор я хожу в халате, переодеваться не хочется. Сейчас приготовила завтрак, с Ашкимом покушаем. А что мне на завтрак? Два яйца, брокколи отварная. Вот так вот я питаюсь, поэтому я и не ставлю ничего. Я уже в последнее время на простых рецептах некогда, некогда, если честно, готовить, заниматься. Отварная курица, гречку отварю, суп из кабачков. Но кто-то написал даже подписчикам одно и то же. Поэтому и не буду снимать одно и то же. Какие у меня планы сегодня? Какие планы у меня сегодня? Не знаю даже пока. Вот когда смотришь на такое небо, да, какое-то настроение такое мрачное. Ну, а потом я включаю вторую Светлану. Светлану-мотиватора. Ну, и что, что такая погода? Значит, это говорит о том, что нужно заняться чем-то другим. Потому что не всегда же, например, мне повезло, потому что не всегда же будет солнце. Мне повезло с тем, что я живу в такой солнечной стране. А в Батуми, например, сейчас бывают очень плохие погоды. Солнца по несколько дней нет. Дождь, снег, мокрый снег. Поэтому Вселенная говорит мне о том, чтобы я приземлилась, Светлана. Не всегда будет солнце в твоей жизни. Так это и было. Не всегда белая полоса в моей жизни. Она переплетается из чёрной. Но нужно выходить из этого. Если мы будем покружаться в свои какие-то негативные эмоции, впечатления от солнца, от дождя, то чёрная полоса продлится. Поэтому Светлана вторая, мотиватор, берёт себя в руки и получает удовольствие от такой погоды. Да, нет солнышка, но зато так классно, не холодно. Сейчас я займусь, сниму свою стирку, а потом построим какие-то планы, Сашка, если нет, всегда найду чем заняться. У меня есть любимая нейрографика, у меня есть бизнес, который нужно учить, постоянно изучать. Особенно сейчас хотелось бы получить знания о криптовалюте. Вот видите, какой инсайт пришёл мне сейчас. Хотя 5 минут назад я не знала, чем я буду заниматься. Более масштабные такие планы. Вот. Эта погода даёт всё мне на руку. Так что, мои дорогие, получайте удовольствие от каждого своего дня. Ну, а что будет у меня интересного, я всегда буду с вами делиться. И ещё раз говорю, что смотрите те, кому интересна я как личность, как Светлана Ата. Ну, а многие пишут, неинтересно, пожалуйста, отписывайтесь, я вас никого не заставляю. Решила всё-таки показать мой завтрак. Вот мой чай. Вот мой завтрак. Как я держусь, знаете, что, конечно, вчера мне так хотелось сладкого. И я съела конфеты, которые у меня остались. Скоро вся ваза опустошится. Но у меня такие подписчики, такие подружки появились, которые послали мне посылочки. И к дню рождения спросили, когда у меня день рождения посылочку отправят с сюрпризами. И сейчас в дороге вот должна каждый день получить от Танюши из Киева. Боже мой, какая я счастливая, что я имею таких друзей. Значит, не зря я живу на этом свете. Люди, которые меня любят, ценят и хотят сделать приятное. А я от всех приму с благодарностью. Потому что Вселенная говорит, когда тебе посылает Вселенная что-то, надо всегда принимать с благодарностью и не отказываться. Сейчас откажусь, и в следующий раз она скажет, она не приняла мой подарок. Значит, я пошлю тому, кто ждет его. Вот и раньше, мои дорогие, я всегда отказывалась. Мне было стыдно, неудобно, когда люди хотели меня отблагодарить чем-то. Я говорю, не надо, не надо. А сейчас, они когда пишут, вы не будете против, я всегда отвечаю, с благодарностью принимаю. Потому что это будет хорошо и для тех, кто отправляет мне, и для меня. То, что я получаю и принимаю это. Друзья мои, вот я и нашла, чем заняться в такой пасмурный день. Да, денек удался, не удался. Так, чем я сейчас занималась? Я занимаюсь нанесением макияжа. Не говорите, что я люблю, любую собой. Ну, а куда мне смотреть? На кого, кем любоваться, если не мной? Ну, сами посудите. Так, волосики я сделала, глазки я подкорректировала. Сейчас мы будем наносить. То есть, я уже нанесла в инстаграме, только что сняла сториз очень много. Как это я делаю? С помощью ложки. Лайфхак. Вот смотрите, вот чтобы, допустим, хотите вот так нанести ровненько тени, чтобы они у вас не осыпались сюда, вот на глаз, на нижнее веко, да? На щеку. И что нужно сделать? Берем ложку, вот так вот ее накладем и вот прорисовываем кисточкой. И у вас получается, прорисовываем, да, закрываем просто, вот так просто ровненько берите, вот так. И у вас получается такое ровное, видите, ровное нанесение, ровное покрытие. Затем нижнее берем, другой цвет теней. У меня вот такая вот палетка красивая от Революшин, обычная. Но очень хорошие тени, кстати. Я такими яркими не крашусь, мне не подходит. Но сейчас смотрю, что подходит с ресничками, уже другой эффект. Так, мои дорогие, ну, вот сюда я нанесла коричневую. Как я это сделала? Я, значит, смотрите, прикрыла вот краешек ресниц и вот так же провела кисточкой по теням. Следующий, в серединку глазика, видите, вот это светленько, как я сделала? Я так же закрываю свои реснички и реснички не пачкаются. И нанесла светлые тени, мои дорогие. Вот так вот я и накрасила два глазика. Следующий этап это румяна. Румяна у меня Maybelline или какие они? У меня есть двух видов румяна. Есть такие, вот такие вот есть, есть такие. Эти розовенькие, это, по-моему, и в Руше я покупала, и в Руше. Ну, как, их румяны как надо наносить? На, вот, девочки, на, сюда. Я раньше щеки наносила неправильно. Вот, учусь постепенно. Вообще у меня идея в этом году, я не помню, говорила или нет, закончить курсы визажиста и делать себе красивый макияж, потому что здесь не делаю так. И у меня мечта закончить их у Гуар Аветисян. Кто-то пришел, интересно очень. Хошгил Денис. Вот, смотрите. Вот. Нанесла, да? Нанесла. Совсем другой вот. Следующий этап. Соседка пришла, кажется. Так, ну и следующий этап какой? Так, следующий этап, следующий этап. Соседи, 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 наверное, чем-то пронесли. Соседка пришла. Так, вы знаете, что нам прислали вещи для детей. Я это посмотрела, что они чьи-то поношенные. Я их все отдала, соседке. Она же продает там себе. Следующий этап. Снука пришла. Мы делаем каунтер. Ну, каким-то образом я нанесла, не вижу. И следующий этап, заключительный. Помада. Сразу другой эффект, да? А следующий, самый конечный, что делаем? Опускаем нашу причесочку, волосики. Ну и как я вам? Замечательно. Кстати, я хочу поменять сережки свои. Хочу поменять свои сережки. Сережечки хочу поменять свои. Сейчас, минуточку. Другие хочу. Так, серебро, серебро. Колечки все большие на меня. Хочу поменять вот эти сережки. Вот. Ой, не видно их. Вот такие сережки хочу поменять. Это тоже серебряные. Иногда и нужно менять, да? У меня столько было сережечек. Я, когда приехала сюда замуж, думала, что мой муж меня задарит и родственники золотом. И раздарила им всем серьги свои серебряные. И наборы, и все. Ну, увы. Не подарили мне. Никто ничего не подарил. Ну, ничего. Светлана сама все купит. Ну, а что я буду? Унывать, что ли? Так. Так, сейчас надо найти главное. Гвоздик. Как обрадовались пакет. Вы знаете, даже я сказала другую не нужно присылать. Кем, ашкем, гильдуй? Комшик, я до пушитком пила, бэрдю. Фекет, бюрек, 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 бюрек нам принесли. Ашкем, конушерым. Бен макияж ябтым и анлатым насыл ябтым макияж. Ладно. Аркадаш Лар. Кому говорит ты это? И вот вторую Сережечку. Один, ой, такие. Ну, знаете, что не люблю менять? Потому что и цепочку надо, а цепочку, замок такой я не вижу. Без кого-то я уже не вижу девочки и мальчики. Так, ну вот, смотрите. Как я вам? Все, пошло я, значит, время пришло. Кофе пить я у меня с мужем. Ашкем, кавей, че джаз мы? Те джаз. Видите, да? Домашний макияж. Как вам? Я думаю, что нормально. Один день хочу показать вам, как выглядят на мне мои вещи. Ложку здесь пригодилась, сюда положу. Вещи, которые я не влезаю, чтобы вы увидели, насколько я похудела. Ой, пардон, пардон. Все, друзья мои, выключаю. Так, макияж моему мужу очень понравился. И я сварила такой кофе турецкое. Мы покупаем его, молят перед нами. И кофе, вот такие вкусняшки мои дорогие. Пошла поить ваш крема. Всем доброго вечера. Что у меня сегодня на ужин? Моему мужу приготовила вот такое блюдо. Шпинат с яйцом. А для нас еще приготовила хумус из нута. Добавила туда кунжитную пасту, пряности, лимон, чеснок. И вот решила, вот смотрите, сколько сделала, приготовила. Салатом я с удовольствием поем. Вы же знаете, какой я едок. Да никакой я едок. И вот с таким салатиком, с этой пастой. А, у меня еще есть отварная курица. И это будет моим ужином, мои дорогие. Но для приготовления хумуса обязательно нужно добавить тахин. Это кунжутная паста. Она у меня стоит больше года в холодильнике. И вот мы, что были в гостях, я спросила у турецкой женщины. Она говорит, оно не портится. 600 грамм, оно дорогое. И его можно использовать. Вот такую вкуснятину я сейчас покажу, как она выглядит красиво на тарелке, как подносят в ресторане. Вот такая красота. Я добавила еще мяту сюда, поэтому такая зеленая. Оливковое масло. И вот вкуснятина. Машка ему понравилась. Идем ужинать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok